Здравствуйте! Приветствую всех вас! С вами снова старший преподаватель кафедры туризм Азербайджанского технологического университета Гахраманова Егяна. Сегодня мы продолжим лекцию по дисциплине Теоретические основы потребительских товаров на тему средства товарной экспертизы. Предоставляю вашему вниманию вопросы темы Классификации средств товарной экспертизы Средства информации о товарах И материально-технические средства экспертизы А также рекомендуемый список литературы При проведении товарной экспертизы Эксперт использует средства экспертизы Которые являются общими для разных видов оценочной деятельности Все средства, применяемые экспертами при проведении экспертизы В зависимости от назначения Подразделяются на две группы Средства информации о товарах И материально-технические средства Информация о товаре Это совокупность характеристик Совокупность характеризующих Его сведений Его основная функция Информирование покупателя О потребительских свойствах товара Информация о товаре Также влияет на формирование Потребительского спроса на товар В зависимости от вида носителя В зависимости от вида носителя информации Их подразделяют на документы На маркировку и специальную литературу А в зависимости от используемых устройств Их подразделяют на материально-техническую базу То есть здесь помещение, оргтехника И на средства обнаружения и измерения В зависимости от объекта измерений То есть хранение, физическое измерение Самих товаров И так далее Основным требованием к информации Относятся открытость, доступность Свобода её обмена Объективность, достоверность Полнота и точность Законность получения Использования Распространения и хранения Документ Это Зафиксированная на материальном носителе Идентифицирующая информация Созданная Полученная И сохраняемая Организацией Или физическим лицом В качестве доказательства При подтверждении Правовых обязательств Или деловой деятельности Как носитель информации Документ выступает В качестве непременного элемента Внутренней организации Любого учреждения Предприятия Фирмы В управленческой деятельности Документ выступает Как предмет труда И как результат труда Так как Принятое решение Записывается в документе Обязательным элементом Оформления Официального документа Называют реквизитом документа К реквизитам Относятся наименование документа Его автор Адресат Текст Дата Подпись Резолюция И так далее Различные документы Состоят из разного набора реквизитов Многие документы Имеют строго ограниченное число Строго ограниченное число реквизитов Документы Классифицируются На нормативные Технические И технологические Нормативные документы Это документы В которых устанавливаются Правила Общие принципы Или характеристики Касающиеся Различных видов деятельности И их результатов Нормативные документы Содержат Общие нормы Правила И положения И характеристики Необходимые Для Экспертизы К нормативным документам Относятся Стандарты Правила Нормы Регламент Рекомендации А также Общий классификатор Технико-экономической И социальной Информации Стандарт Это нормативный документ Устанавливающий Комплекс Норм Правил Требований К объекту Стандартизации Которые Устанавливают На основе Научных Технических Достижений Или передового Опыта Утвержденные В соответствии С действующим Законодательством Правила Правила Это требования Для использования Неких условий Устанавливающих Обязательные Для применения Организационно-технические И общетехнические Положения Порядки И методы Выполнения работы Норма 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 Это положение Устанавливающие Количественные Или качественные Критерии Которые Должны быть Удовлетворены Рекомендация Рекомендация Это документ Содержащий Добровольные Для применения Положения Порядки И методы Выполнения Работ Регламент Это документ Содержащий Обязательные Правовые Нормы И принятые Органом Власти Технический Рекламент Это регламент Который Устанавливает Характеристики Продукции И услуги Общий Классификатор Технико-экономической И социальной Информации Это документ Предоставляющий Свод наименований И кодов Классификационных Группировок И объектов Классификации В области Технико-экономической И социальной Информации Технический документ Технический документ Это документ Который содержит Информацию О характеристиках Товара Необходимых Для его Идентификации В процессе Товародвижения Технический документ Содержит Конкретные Характеристики Товаров Или товарных Партий С помощью которых Необходимая Информация Доводится До заинтересованных Субъектов Это может быть Информация Об ассортименте Качестве Количестве Цене О правилах Эксплуатации Или использования Данного Товара Технические документы Подразделяются На товарно-сопроводительные Эксплуатационные И проектно-конструкторские Товарно-сопроводительные Документы Это документы Содержащие Необходимую Информацию Для Идентификации Товарных Партий На пути Их Товародвижения Эксплуатационные Это документы Предназначены Для передачи И хранения Информации О правилах Эксплуатации Товаров И Проектно-конструкторские Документы Это документ Содержащий Необходимую Информацию О новых Товарах Их Конструкторских И проектных Особенностях Технологические Документы Технологические Документы Это документ В котором указаны Технология Производства Товара Правила Его Использования Относительно Области Применения Они Предназначены Для Передачи И хранения Информации О технологических Процессах По разработке Производству Хранения И транспортировке Транспортированию Продукции К технологическим Документам Относятся Сборники Производственных Рецептур Инструкции Сборники Это рецептуры Кулинарных Блюд Рецептуры Кулинарных Блюд Которые Используются В предприятиях Общественного Питания Рецептуры Парфюмерных И косметических Товаров Которые Используются В парфюмерно-косметической Отрасли Рецептуры Медицинских Товаров В медицине Рецептуры Химического Состава Которые Используются В пищевой И химической Промышленности И так далее Технологические Инструкции Включают Инструкции По хранению Товаров По приемке Товаров По качеству И количеству И инструкции По проведению Экспертизы Потребительских Товаров Одним из Способов Информирования Потребителей О товарах Является Маркировка Маркировка Это часть информации В виде текста Рисунка Или условных Обозначений Которые Наносятся Изготовителям Или продавцом Непосредственно На товар Тару Упаковку Этикет Ярлыки Вкладыши Бирки И другие Предназначенные Для идентификации Товара Товара Или Отдельных Его свойств Для того Чтобы довести До потребителя Информацию О заготовителе Количественных И качественных Характеристиках Товара При Проведении Экспертизы Эксперт Обращает Внимание На соответственное Именование Товара Его Ассортиментной Принадлежности Указанной На маркировке И В товароспроводительных Документах Различают Маркировку Производственную И торговую Производственная Это Текст Условные Обозначения Рисунок Нанесенный Изготовителем На товар Упаковку Или Другие Носители Торговая Это Текст Условное Обозначение И Рисунок Или рисунок Нанесенный Изготовителем На товарные И кассовые Чеки Упаковку Или Товар Носителем Производственной Маркировки Могут быть Носителем Производственной Маркировки Могут быть Этикетки Кольеретки Вкладыши Ярлыки Бирки Штампы Клейма Контрольные Ленты Этикетки Наносятся Типографическим Или Иным способом На товар Или Упаковку Например Этикетку Консервным Банкам Наносят Путём Приклеивания Бумажной Этикетки Или Литографическим Способом Иногда Наносят Непосредственно На товар Например На донышко Посуды На Электро Бытовые Товары Кроме Текста Этикетки Содержат Изображения Символы Изображения Символы Кольеретки Кольеретки Это Разновидность Этикеток Которые Имеют Особую Форму И Наклеиваются На горлышко Бутылок Они Не несут Большой Информации В основном Их Назначение В основном Они служат Для эстетического Оформления Бутылок Иногда На них Могут быть Указаны Наименование Напитка Изготовитель Год Изготовления А иногда Вообще Отсутствует Всякая Информация Вкладыши Это Разновидность Этикеток Предназначенные Для сообщения Краткой Информации О наименовании Товара Изготовителя Иногда Могут Содержать Вкладыши Иногда Могут Содержать Краткую Характеристику Потребительских Свойств Товара Такие Вкладыши Носят Рекламный Характер И встречаются На Косметических Товарах Наиболее Часто Применяют Вкладыши Для Кондитерских Изделий Конфет Печенье Пряников В коробках В коробках Бирки И ярлыки Бирки И ярлыки Служат Носителями Маркировки Которые Приклеиваются И подвешиваются К товару Они Носят Наименьшую Информацию Ограничена Перечень Сведений Отсутствие Рисунка Бирки Отличаются От ярлыков Меньшей Информативностью Они могут Быть Лаконичны Указывают Только Наименование Фирмы Изготовителя Ярлыки Обычно Содержат Наименование Товара Фирмы Изготовителя Его Адрес Цену Сорт Дату Выпуска Артикул Изделия Размер И так далее Они Подвешиваются К одежде Клейма И штампы Как видите На рисунке Клейма И штампы Могут В зависимости От места Нанесения Клейма И штампы Могут быть Производственные И торговые В зависимости От назначения Ветеринарные Товроведные Карантинные И прочее Клейма И штампы Наносятся На товары Упаковки Этикетки С помощью Специальных Приспособлений И в зависимости От формы Они бывают Овальные Прямоугольные Квадратные Треугольные Ромбовидные Клейма Клейма И штампы Применяют Для маркировки Как Продовольственных Товаров Так и Непродовольственных Товаров Например Для мяса И мясопродуктов Используют Ветеринарное Клеймо И оно Является Обязательным Штампы Наносят На донышко Металлических Консервных Банок И металлические Крышки Стеклянных Банок Существует Несколько Способ Нанесения Клейма И штампов Это Несмываемой Краской И Выжигание Электроклейма Обычно Выжигают На тушках Птиц Носителями Торговой Маркировки Служат Ценники Товарные И кассовые Чеки В отличие от Производственной Торговая Маркировка В отличие Торговой Маркировки От Производственной В том Что Ее Идентифицирующая Функция Связана В большей Степени С указанием Данных О продавце И в меньшей Степени Информации О товаре Также Производственная Торговая Маркировка Отличается От производственной Тем Что она Наносится Не на товар А на Указанные Носители Торговая Маркировка Служит Основанием Для Предъявления Претензий Продавцу В случае Выявления Дефектов Товаров И нанесения Ущерба Потребителю При Реализации Всех Товаров В предприятиях Розничной И мелкорозничной Торговли А также Общественного Питания Кассовые Чеки Ценники Как носители Торговой Маркировки Обязательны Товарные Чеки Применяются Только при Продаже Непродовольственных Товаров При Продаже Тканей Одежды Обуви Покупателю Вместе С товаром Обязательно Выдаются Кассовые И товарные Чеки С обозначением Реквизитов Предприятия Даты Покупки Цены К средствам Товарные Экспертизы Также Относятся Как мы ранее Отмечали Специальная Литература Сюда Относятся Учебная Научная И справочная Учебная Литература Относятся Учебники Научные Труды Это Издания Основное Содержание Которого Представлено Научной Или Научно-практической Информацией К ним Относятся Научные Разработки Статьи Справочная Литература К справочной Литературе Относятся Справочники Словари Энциклопедии Каталоги Указатели Журналы Которые Позволяют Дать Знания Не только Специалистам Но и Потребителям В зависимости От Используемых Устройств Материально-технические Средства Товарной Экспертизы Подразделяются На следующие Виды Как видно Из таблицы На Материально-техническую Базу Средства Измерения И Обнаружения И Оргтехника Выбор этих Средств Определяется Условиями Проведения Экспертизы Оснащение Эксперта Средствами Обнаружения И Оргтехники Зависит От материальных Возможностей Экспертной Организации Эксперту При проведении Экспертизы Необходимо Создать Оптимальные Условия Для работы Что достигается С помощью Комплекса Материально-технических Средств Материально-техническая База Подразумевает Рабочее место Эксперта Оно должно быть Оборудовано Необходимой Мебелью Письменный Или Лабораторный Стол Стул Электросветительные Приборы Если Экспертиза Проводится В цехах Складах В торговом Зале Магазина То Понадобятся Погрузочно-разгрузочные Подъемные Весоизмерительные Оборудования Приспособления Для вскрытия Тары Отбора Проб Эксперт Должен Составить Перечень Необходимых Материально-технических Средств И довести До сведения Заказчика Или лиц Ответственных За материальное Обеспечение Экспертизы Материально-технические Средства Подразделяются На Основные И дополнительные К основным Стационарным Средствам Относятся Здания Сооружения Лабораторное Оборудование Торгово-технологическое Оборудование А в качестве Дополнительных Средств Используются Транспортные Средства Погрузочно-разгрузочные Оборудования Оргтехника И так далее Как мы уже Отметили К основным Стационарным Средствам Относятся И Лабораторное Оборудование Различают Следующие Виды Лабораторных Установок Это Тетровальные Установки Весы Различной Точности Сушильные Шкафы Поляриметры Микроскопы Рефрактометры Приборы Для определения Плотности Калориметры А так Люминоскопы И Многое Другое Из всех Видов Термометры Гидрометры Для Измерения Относительной Влажности Воздуха И так далее Из всех Видов Материально Технических Средств Из всех Видов Материально Технических Средств Самое Непосредственное Отношение К Экспертизе Имеют Средства Измерений И Средства Обнаружения Средства Измерений Это Технические Устройства Для проведения Измерения Физических Величин Средства Вот Средства Измерений Физических Величин Товаров Средства Измерений показатель климатического режима хранения, а также простейшие и сложные устройства. К простейшим относятся меры, простые портативные приборы, например, деревянные металлические линейки, рулетки, которые служат для меры длины, мензурки, цилиндры для объёма, гири, весы для массы, термометры для температуры, психрометры для относительной влажности воздуха, а сложные технические устройства для измерения Это приборы, измерительные системы, применяемые только в специально оборудованных лабораториях, в которых есть обученный работе на них персонал. К средствам измерения физических величин необходимы следующие показатели. Масса, показатели длины, объём, температура самого товара, физико-химические и микробиологические показатели качества. Средства измерения показателей климатического режима, хранения или контроля за режимом, предназначены для измерения температуры, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха и газового состава. Учитывая огромный объём информации, который должен собрать, обработать и сохранить эксперт, очень важно рационально использовать оргтехнические средства в экспертной деятельности. Для этого эксперт должен владеть, знать, уметь использовать имеющуюся оргтехнику. К оргтехнике относятся счётно-вычислительная техника, компьютеры, телефоны, телефаксы, сканеры, принтеры, ксероксы, модем, а также канцелярские принадлежности. На этом наша тема по средствам товарной экспертизы завершена. Благодарю за внимание.